Как у нас ситуация в республике? Уважаемый Рамзан Ахмадович, обстановка стабильная. Вопросы, касающиеся розыска двух лиц, которые организовали нападение на полицейских в Ингушетии, продолжаются. В целом, задачи, которые поставлены Верховным Главнокомандующим, директором Федеральной службы безопасности, службы выполняются. Таких явлений у нас вообще не должно быть. Надо усилить взаимодействие. Я сегодня принял решение, что он сказал, что Амзан Ахмадович, значительно должен советник-помощник по селу Мблоку, для этого боль. Самый главный вопрос сегодня стоит в месте, где проводят специальные военные операции. Мы видим, какие меры предпринимаются Верховным Главнокомандующим и всеми. И мы не отстаем. Сначала этой кампании закупили 700 автомашек. Спецподразделения оснащены и обучаются не только те, кто задействованы, и другие. Я благодарен тем, кто занимается этими вопросами на штаб наш. У нас достаточно сил и средств. Сейчас больше укрепляем национальные гвардии. То внимание, которое уделяет нам Виктор Васильевич Золотов, это заслуживает поезжения. Если так все остальные тоже занимались бы, то еще было бы хорошо. У нас дополнительно увеличились штаты. Это тысячи тысячи сотрудников, которые оснащены. Кто дома должен заниматься. Все направления, наши границы должны быть закрыты для тех, кто нарушает закон. И каждый родитель должен знать, что он отвечает за своего ребенка. Я желаю, чтобы с командировки возвращались. Здоровыми. Мы каждый день молимся за вас. Я прошу Всевышнего, отдавая Мельдон 100 буран, 200 миллионов салават, 100 морей. Разные суры и айца. Прошу Всевышнего, чтобы Россия одержала в кончайшее время победу над этим сатанистом, шайтаном. Мы на священном джихаде, на Божьем джихаде. Те подозрители, которые участвовали, они должны еще усилить свои навыки. У нас есть все условия для того, чтобы вести борьбу против этих шайтанов. И сегодня я счастлив, что я живу в Российской Федерации. Что мой народ во главе с нашим первым президентом приняли правильное решение на референдуме. В свое время президент Владимир Владимирович уделил нам внимание. Не раз прилетал в самых сложных событиях в республику. После гибели Ахмад Хаджи он дал возможность нам, команде Ахмад Хаджи, дальше продолжить путь. Он верил нам, он доверял, он помогал нам этим. И сегодня мы по его призыву, если мы не готовы дону стать, отдать свои жизни, то нам грошицы надо. Да, младшицы, алисардуэйт. Ахмад Хаджи, хотелось бы безмерно поблагодарить вас за оказанное доверие. Хочу заверить вас, что работа по взаимодействию со всеми силовыми структурами республики будет поднята на новый уровень. Да, это будет он.